Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и давайте, собственно говоря, начнем, чтобы не... Ну, как вы видите, я чуть-чуть поиграл в нее, но я начну, наверное, с самого начала, да, для того, чтобы с вами вас ознакомить с данной игрой. Как я уже говорил, я всегда играю на... ну, выбираю всегда тяжелые, значит, боевые ранения мы тоже включим. Железный человек я не буду включать, ведь, ну, как, когда убивают критически важного персонажа, вам приходится начинать сценарий заново. К сожалению, когда вы прошли, например, ну, уже там, в конце сценария, да, и вдруг вас убивает, и вам все это заодно приходится проходить... Я еще пока не готов, то есть, во всяком случае, на запись, то есть, так-то я поиграю у него, уже даже поиграл, вот, но на запись я решил без данного... Без данной опции. Также за 80, ну, вот, я еще мунификации здесь, они присутствуют, но, честно говоря, мунификации не включаю, поскольку они упрощают чуть-чуть игру, потому что, вот, враги больше не стреляют в приближающих персонажей игрока, да, или полный урон на укрытие, эти укрытия больше не снижают урон. Ну, это не очень, я вот в оригинальную, в общем-то, мне понравилось играть. Итак, давайте начнем и посмотрим, что же это за игрушка. Так, я, давайте пропущу, в общем, кому будет интересно, да, сможем, там, почитать, там, история, ну, вкратце, такой небольшой спойлер, как всегда, кто-то кого-то похитил, да, ну, в данном случае, жену персонажа, этого главного героя, и вот он ее идет выручать. Ну, в общем-то, как, такая, знаете, завязка, как стандартное клише, в общем-то, у нас на телевидении. Ну, давайте начнем. Здесь нам предлагают пройти обучение. Я, давайте, все-таки пройду, и чтобы вам непосредственно, да, вы посмотрели, и мы с вами ознакомимся, вы, точнее, ознакомитесь, да, я-то уже, как сказать, уже немного, уже знаю. Ну, давайте так, это наш персонаж, здесь, к сожалению, можно, вот, самое максимальное, да, приближение, я, к сожалению, вот это меня чуть-чуть обидно, потому что, ну, как вы видите, графика очень хорошая, все прорисовано. Ну, мне очень понравилась такая атмосфера, тем более, на Диком Западе, да, ну, вообще, вестерн, и в те времена, вряд ли, я думаю, были цветные телевизоры, да, или что-то в цвете там фотографировал, хотя могу ошибаться, но, в данном случае, стилистика такого мрачности, серости, мне, в общем-то, понравилось. Так, и что у нас тут, в этом задании, ваш отец должен спасти вашу мать, похищенную злодеями, ну, как я и говорил, вот, начало сюжета, в данном, вот, вам говорят, как мы передвигаемся, передвигаемся, правой кнопкой мышки, как и везде, да, в стратегиях пошаговой. Так, что у нас, укрытие, значит, вот, нам подсказывает игра, значит, укрытие обозначается значками в виде щита, старайтесь всегда находиться в укрытии, укрытие бывают частичные и полиполные, а полное укрытие защищает лучше всего. Так, вы обнаружили врага, все персонажи, помеченные красными щитами, ваши враги, замечательно. Так, этот враг находится вне укрытия, так что вам, ваш выстрел будет очень эффективен. Как вы видите, да, здесь, в общем-то, нету вот этих вот, как джаги, итальянцы, да, и других стратегий, где можно там, какую-то часть тела, ну, XCOM, допустим, или еще что-то, нету, так называемых, части тела. Здесь вы стреляете, и все это как-то рандомно все происходит. У вас только единственный, видите, шанс попадания 70%, но, уверяю вас, вот, шанс попадания 70% не гарантирует того, что у вас вы попадете. Ну, давайте продолжим, значит, стрельба. Е, попали. Так, дальше, очки действия. На большинство действий расходятся очки действия. Каждый персонаж начинает бой с двумя ОД, ну, очками действия. Стрельба, как правило, расходует все оставшиеся персонажи ОД. Когда у всех ваших персонажей расходятся все ОД, начинается уход врага. Ну, какой, да, и предполагаем, то есть, уже в любой пошаговой стратегии такая, такой стиль боя, в общем-то, стандартный. У каждого персонажа есть определенный запас удачи. Высокий уровень удачи защищает от вражеских выстрелов, но с каждым промахом у врага ее запас снижается. Вот о чем я говорил, да, вот в данном случае есть удача. Когда произведен был выстрел, но он промахнулся, у нас удача уменьшилась. Значит, следующий, если бы здесь два стояла врага, значит, тогда бы он уже мог, ну, больше шансов, что у вас попадут. Мы, значит, если враг находится в укрытии, лучше зайти с закрытого фланга. Мне еще в этой игре понравилось то, что здесь нельзя постоянно сидеть на одном месте. Если вы будете сидеть на одном месте, вас вот сто процентов уже, как говорится, убьют. Поэтому нужно как можно, ну, как можно чаще перемещаться. Ну, по возможности, не говорю, что прям вот туда-сюда бегать, знаете, как безумные. Но там выстрелили, потом где-то, когда-то нужно все-таки сменить позицию, потому что здесь, в общем-то, на сложном уровне интеллект врагов, в общем-то, хороший. Слушай, я бы не сказал, что они тупят, но бывает там в случае, но очень крайне редко. Но чаще всего они очень хорошо все это, ходы свои продумывают, да, и заходят из флангов. Или даже, если вы пропускаете, как я иного раз делал, я вот засял, например, в укрытие, и иногда просто пропускал, пропускаю ход, да, и если это тупой ИИ, он просто, они все выходят на, да, на, так скажем, на зону поражения. Их у всех отцы застреливал, и тем самым проходил уровень. Здесь такого не получается. Здесь можно пропускать ходы хоть до бесконечности, ураг практически не выйдет. Он будет где-то здесь, туда-сюда бегать, да, но к вам выйти на открытую зону, он не осмелится. Так, давайте шанс попадания в сороку... шестьдесят восемь. О, молодцы, попали. Дальше у нас перезаразичка. Да, эти... есть горячие клавиши, но я пока сейчас ими не пользуюсь. При свете дня врагов можно замечать по их теням. Можно даже стрелять. Ориентируйтесь на тень. Если линию огна ничто не преграждает. Некоторые заграждения, вроде ткани или листвы, простреливаются насквозь. Вот тоже мне очень понравилось о том, что здесь есть некая, да, вот, все простреливается, абсолютно все. Да, вообще классно. Опа, видите, все. Ну, ткань, листвая ткань, они, ну, никак не могут помешать, в общем-то, да. У вас закончилась удача. Если в вас прицелятся, то непременно попадут. Найдите укрытие получше. Хорошо. Смотрите, здесь такая есть фишка. Некоторые там колодцы и так далее. То есть здесь колодец просто или, ну, какой-то склад, видите, вы можете приподнять дверь и тем самым сделать себе укрытие. Укрытие, как вы видите, оно не спасает вас вот прям 100%. Если бы не было укрытия, ну, было бы там 2 урона, 3 урона, ну, в зависимости от, насколько персонаж соперника силен. Но укрытие вас спасает в том плане, что вы получите только 1-1 очко повреждения. Всегда невозависимый, какой, да, тот игрок. Он всегда, ну, и тут еще от оружия зависит. Но, в общем-то, вы 1 очко только получите поражение. Так, красная полоска показывает запас очков здоровья, когда у вас попадают. У вас частично восстанавливается запас удачи. Ну, как видите, взаимосвязь, да. Попали, восстановилась удача. Не попали, удача, наоборот, сократилась. Так, быстрая стрельба. Еще мне вот тоже понравилось. Смотрите, здесь можно, как в любом вестерне, знаете, в фильмах, когда выходят между друг другом. Помните, да, назад будущее, когда они выходили, и друг против друга стоят, и, значит, пальцами перебирают, значит, кто быстрее выскутит. Но здесь не в этом плане, а быстрая стрельба, он стреляет сразу с тремя пулями, видите. Вау, по-фек. Понятно же дело, что 2-3 могут, ну, там, 2 пули могут пролететь мимо, одна, во всяком случае, попадет. Ну, бывает, что и 3 пролетают, и... Так, нас оставили, да, сами-сами. И бывает, что пули пролетают, и 3 пули иногда пролетают мимо, и с этим ничего не подделаешь. Здесь такая вот система ведения боя. Но мне, на самом деле, это очень понравилось, поскольку, как я уже говорил, нельзя стоять на одном месте. Приходится всегда продумывать, куда бы потом, например, там, либо отступить, либо перейти, да. Если враги заметили вас на одном месте, они будут стараться уже продумывать комбинацию именно в этом месте. Так, что у нас? Смерть. Увидев сундук, что в нем? Так, а давайте посмотрим, что в нем. В обычном деревянном сундуке лежала голова, голова ваша мать. Ну, это, в общем-то, как видите, да, что-то случилось. Так, едва живой стрелок бормотал каком-то без благомезанном обстоятельстве, о том, что ему пообещал сам дьявол, о награде, который будет ждать его в воду. Ну, как вы видите, здесь такое вестерн, плюс еще замешан такое, скажем, религиозность, значит, и так далее, вот всякие, там, бог-дьявол и все подобное. Но я, в общем-то, на это особо не обращал внимания, мне нравится, вообще, сама игра понравилась. Так, вот, ну, ваш отец решил остаться и обосноваться прямо на месте. Прошло много лет, и вы выросли, возмужали. Ну, это уже говорят, что выиграли. Здесь, так скажем, была семья, да, и вот жена погибла, остался, значит, отец и сын. Давайте я быстренько промотаю, потому что это, так скажем, ознакомительная серия, и если что-то, ну, или кому даже захочется, да, пройти эту игру, ну, тогда сможете уже почитать, да, вникнуть, вот, углубиться в данном случае в сюжет. Ну, сюжет я вам вот вкратце уже рассказал. И сейчас мы, так сказать, обосновались у себя. У нас есть домик, значит, и мы сейчас, давайте пробежимся, что у нас здесь на карте. Судя по всему, соседняя ферма была заселена. Вы нанесли туда визит, и ваши соседи оказались славными людьми. Вы обменялись с ними любезностями и традиционными обещаниями помогать друг другу. Но главное, вы увидели там Флоренс. Она, их красивую и добросердечную дочь. Вы обменялись с ней лишь несколькими взглядами, но сразу поняли, что вы влюблены. Соседи сами не интересовали забычьи золота, но подсказали вам пару интересных в этом отношении мест. Видите, нам подсказали, где мы можем добивать. С этого дня, как вы повстречали Фронт с Флоренс, все ваши мысли были только о ней. Это была не просто праздник. Да, сюжет на самом деле здесь хоть и примитивный, но очень такой интересный и очень хорошо прописана диалоги. Ну, на мой, да, вот на мой личный вкус очень понравилось. И давайте мы немного будем, золото, да, будем, значит. Все говорили, что в жалобе есть золотые россыпи, но большая их часть спрятана посильной подскальной породой. Как вы видите, у нас всего лишь 35 монет, мы добиваем немного золота. Здесь чаще всего, вот здесь вот будет, вот когда добывается золото, одна и та же вот информация. Все говорят, что в жалобе есть золото, и разусыпина большая часть спрятана. Ну, то есть все одно и то же. Просто мы в этом случае, можно просто так вот проматывать. Так, у нас 59, мы чуть-чуть заработали, но у нас не хватает дальше, чтобы идти. Значит, мы пока оставим этот рудник. Мы потом с вами изучим непосредственно еще технологии. Вот, сейчас еще подкопаем чуть-чуть. Вот, мы, значит, 100 монет, значит, заработали. Можем вернуться сюда. И здесь непосредственно полностью докопать. Все, мы, все, мы это, вот в данном области, как только вы там раскопали, в итоге здесь лицензия прекращается. Вам дали некое количество времени, да, чтобы вы могли вот здесь вот покопать, ну, как сказать, лицензию, да, какую-то краткосрочную. Поэтому мы вот сейчас до 100 доходите, и все, она закрывается. И дальше идет, так скажем, нам ведут по сюжету. Здесь, конечно, вправо-влево вы не уйдете особо. Но здесь, на самом деле, очень интересно, скажем так, когда вот даже все заскриптовано, да, ведут по определенному сюжету. Ну, очень довольно-таки все это классно сделано, продумано, и вот я поэтому и решил с вами поделиться данной игрой. Далее, значит, мы идем вы были на свершем месте, благатая с залежами шахта. Как бы не был сомнительным ваш глаз, все же протиснули в шахте. Да, давайте пройдем, потом мы идем глубже, давайте еще раз. Следующая пещера была тесной, воздух был жаршен, затхлым, вы нашли там золото, но лишь немного. Так, и вот нам два варианта, вы продолжили путь, размышляя долго ли вам осталось за дно, вы решили, что дальше углубляться не стоит, и вернулись на поверхность. Давайте дальше мы вот, все. Устав вы и поранившись, вы наконец достигли конца самого дальнего туннеля, и там внутри лежал огромный запас золота. Воздух, по всей видимости, сыграл дурную шутку с вашим разумом, поскольку, когда вы пришли к золоту, вам привиделся высокий, улыбающий человек в костюме, который курил. Когда вы собирались уходить, он сказал, чтобы у вас не было, у нас не было недопонимания, золото мое, но вы можете занять его на время. Ну, как вы видите, опять же, да, здесь присутствует такая мистика. Так, уходим. Мы забрали, как видите, очень хороший плюсик у нас уже в золотом запасе. Так, и здесь есть, так, а это что у нас сейчас? В лагере возглавляем Александром Кейном добывали золото с помощью промывочных лотков. Кейн обладал обширным познанием по добыче распнового золота. Вот, как я вам говорил, мы можем сейчас изучать, то есть, улучшать. Вот у нас есть некие параметры, да, вот пока по единичке у нас. Если мы в данном случае вот это изучим, лотка, как видите, 25, да, 25 сотых мы, в общем-то, улучшили свои познания. Ну, давайте, у нас пока денег есть, давайте это изучим, да. Так, что мы, а, вот, видите, уже 1,5 у нас, замечательно. И давайте это мы изучим. Все, здесь мы, в общем-то, изучили все, да, вот, мы уже можем более лучше добывать непосредственно вручную. Здесь есть, вот, торговля присутствует, некая, в игре. Так, и что у нас здесь, давайте посмотрим. У нас здесь прочные ботинки. Ботинки прибавляют именно, то есть, вы можете дальше бегать, да, у вас, когда будет боевка, вы можете дальше передвигаться. Сушеные травы, у нас, это мы возьмем, потому что они хорошо восстанавливают, значит, в бою можно восстановить себе чуточку здоровья. Табак, он улучшает прицеливание. Ну, как вы видите, вот здесь вот, можно прочитать, что он улучшает прицеливание. Ну, мы возьмем его тоже парочку, на всякий случай. И, в данном случае, двойной дробовик, это обстрел сектора. Вот, вот этот, данный дробовик, мне нравился, что вы не выбираете, допустим, не просто какого-то конкретного, а вы можете некий сектор обстрелять. дробовиком, дробью, да, и в рассыпную такую сделать не привет. Мы его возьмем, я надеюсь, что нам, да, нам не очень хватает денег, но, у нас всего лишь 90, но мы сейчас продадим. Продадим, нам не нужна вот эта окровавленная ругая башка, абсолютно, пока не нужна будет. Далее, у нас есть, так, оружие, пока мы это все оставим, нам продавать это не надо. Реликвию, это тоже постепенно устанавливает, о, видите, здоровье у союзников, в районе сидеть, нам это нужно, будет обязательно пригодиться. Ну, и давайте мы просто золотом, 80, золотом, ему отдадим. мы купили, закрываем, и идем дальше, в общем-то, по сюжетной линии. Как вы видите, да, вот мы все прошли, здесь вот у нас открылась еще одна, значит, последняя. мексиканец сказал, что поможет вам, если вы будете делиться с ним деньгами о добыче золота. Он вам дал оружие, пустые желания удачи и обещания прислать на помощь вакеру. Ну, я не знаю, кто это вакера, но я так понимаю, что нам дали вот еще одного чудика, который с нами будет защищать, и помогать, в общем-то, в сюжете, да, по игре. Дальше, здесь, так называемый, вот нету, как во многих, да, то есть, в самом, Джаггетс Эллендс, или, в ком, ну, многих, как мы, жанрах игр, когда, да, там, улучшаете показатели стрельбы, улучшается показатель защиты, это здесь все задействовано, вот, как говорил, это мистика, да, здесь все замерзанно, намешано мистика, поэтому у вас есть такая вот карта, картоспособности, открываем карту способностей, и вот нам сейчас открыта, это неудача, тут, значит, это ваше попадание не восстанавливает удачу у врагов, кроме того, находяся рядом, враги постепенно теряют удачу, это мы можем, вот, выбрать, например, отец, да, мы его можем, вот так вот, два раза кликаем, правую кнопку мышки, назначаем ему, в данном случае, вот эту карту, а сыну мы дадим, значит, что здесь, десятка пик, это рикошет, это, стреляете так, чтобы пуля рикошетила, от одного или нескольких объектов, классная вещь, я вам покажу, обязательно, надеюсь, что в этой серии успею, и в данном случае, мы вот таким вот карт, когда открываются, мы назначаем каждому какие-то свои способности, и также есть некая комбинация карт, которая дает дополнительный бонус, бонус может быть абсолютно разный, сейчас секундочку, продолжаем, может абсолютно быть разным, так как и, например, защита, или наоборот, улучшая стрельба, посмотрим, что там, ходили слуги, что незадолго до рассвета, земля на перекрестке электризуется, вызывает то самое чувство, от которого встают дымом волосы, и ползут по спине мурашки, некоторые уверяли также, что встречали там человека, хорошо одетого изысканными манерами, предлагающего соблазнительную сделку, он мог даровать собеседнику большое могущество, если тот взамен даст ему часть себя, ну, как я и говорил, это такая некая, сделка-то дьяволом, и мы можем либо отклонить предложение, либо согласиться на сделку, в данном случае я все-таки пойду путем, я соглашусь на сделку, поскольку я уже играл в данном случае, и вы знаете, что там будет, там дают некую такой бонус, вот, поэтому я взял его, вы почувствовали себя сильнее, но при этом словно бы с пустотой внутри, вы перевернулись, чтобы спросить у человека, нормально ли это, но он уже исчез, далее мы идем, ну, опять же, по сюжетной веке, веки у человека были защитены суровой ниткой, он сидел, а, зашиты, да, извиняюсь, он сидел абсолютно не шевелясь, в кобуре у него был пистолет, а пожитки лежали неподалеку от вас, несколько минут он не производил ни малейшего звука, затем один раз медленно, стянул носом в воздух, принюхлилась, вы могли бы схватить его по жидке и убежать, но стоило ли учитывать и пистолет, и дальше, как вот я говорил, что практически очень часто вам дается несколько вариантов, что вы выберете, да, и в зависимости от того, что вы выбираете, так или иначе, будет продвигаться сюжет, я не буду брать его по жидке, ответ он кинул и богословил нас, то есть вот мы некое благословение получили от него, и этим даже может быть будет плюс от этого, поскольку у нас, да, мы и так уже заключили некую сделку сомнительную, поэтому мы сделаем таком. Так, у нас, как вы видите, у нас осталось 10 монет, давайте посмотрим, что нам, можем ли мы что-то продать, да, чтобы хотя бы чуть-чуть денег заработать. табак. О, смотрите, мы какое хорошее, кольф получили, и магазинную винтовку еще, а, это вот, нет, да, это мы, кстати говоря, наше, то есть мы можем, в данном случае, кому-то из наших, героев, потом это все, отдать. Так, сейчас, 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 давайте вот сюда заглянем, вы заметили индианку с корзины, она собирала цветы, тщательно отбирала себе травы, сперва ваше появление напугало ее, но затем она предложила продать вам целебные травы. Но мы не можем купить, но мы можем быстренько посмотреть, и, как вы видите, мы собрали не, ну, чуть-чуть вот этих целебных трав, в общем-то, сами. Дальше, у нас вот есть нападение на наш дом, видите, бандиты пришли, пробил час расплаты, и мы начинаем непосредственно оборону, и попробуем, в данном случае, это пройти, ну, и заодно вы, как говорится, с вами, более подробно ознакомиться, с данной, значит, игрой, да, и с техникой ведения боя. Так, двойной калибр, двойной дробовик, да, двойной дробовик я дам, отцу, пистолет здесь видите, у них, да, дальность, да, в данном случае, сейчас, не могу, сейчас, извиняюсь, извиняюсь, ну, короче говоря, здесь урон 4, боепозапас 6, быстрая стрельба, то есть у него, вот в данном пистолете, у него есть быстрая стрельба, а у этого быстрая стрельба, но у него урон 5, то есть чуть выше, давайте мы тогда поменяем его, шестигранник мы отдадим кому-то другому, сушеный правый мы отдадим здесь, и табачок мы дадим здесь, вот религию, религию я скорее всего отдам, да, сыну скорее всего, и здесь мы еще поставим прочные ботинки, здесь есть прочные ботинки и рубашка, вот помните, да, мы продали рубашку, вот так вот, нельзя поставить ботинки и рубашку, но нет такого разделения, здесь либо вы ставите ботинки, тем самым вы передвижение увеличиваете, или вы ставите рубашку, да, и там по-моему что-то защит, или что-то такое, чуть-чуть там, а может и даже ничего не увеличивается, и так же табак и табак и целебные травы, если у вас будет, скажем так, некая такая бомба, здесь присутствует такая самодельная бомба, значит, так же нужно будет делать выбор в ту или иную сторону, либо отказаться, там скажем, от табака, да, и бомба, например, взять, либо отказаться от травы, и бомба, от чего-то в общем-то нужно будет, и так же вот религию, да, я не могу видеть, как видите, что надо что-то от чего-то отказываться, но у нас есть, собственно говоря, сын, у которого у нас есть ячейка, мы возьмем это, и возьмем непосредственно сушеные травы, для того, чтобы он, хотя травы, да, пусть травы, потому что это мы пока религию тратить не будем, дальше мы ему дадим шестигранники 4,6, а у него, а, у него такой же шестигранник, и давайте ему дадим винтовочку, все-таки нужно про запас иметь, какое-то оружие более помощнее, и у этого у нас обрезка бра имеет, союзник, и западная винтовка, да, мы ему дадим чуть-чуть травы, чтобы он вдруг что-то, подлечиться, и дадим табачок, я не знаю, улучшает прицеливание, ну, давайте прицеливание тоже дадим, но на всякий случай, не факт, что это понадобится, так, откроем наши, что нам дали еще, какие, значит, карты способностей, значит, это у нас, девятка бувен, способность, переливание, обмен здоровьем, с выбранным персонажем, то есть, кто-то у нас пострадал, и можно, немного, допустим, своего здоровья, отдать другому персонажу, интересно, ну, давайте отдадим, это все-таки, отцу, даже нет, давайте, мы отдадим все-таки, это сыну, да, отцу, отдадим, так, цепочка убийств, убить одного врага, чтобы получить шанс, убить второго, третьего, и так далее, да, давайте, это, сейчас, отцу, отдадим, ну, этому персонажу, мы ничего отдавать не будем, я думаю, что он, и так, тем более, он, не в нашей компании, так что, зачем ему отдавать что-либо, и так, давайте, начинаем, будем сейчас, валить врагов, да, вот у нас, у меня, рядом со мной, как раз, дочка, которая, в общем-то, тоже, мы вчера, с ней, так, чуть-чуть, я, я, как раз, тут стал играть, она, вчера, еще подошла, посмотреть, и, в итоге, тоже, со мной, тут сидела, и, переживала, кричала, папа, давай, не туда идешь, заходи, там, слева, заходи, в общем, болела, так, ну, можешь, кстати, говорят, поздороваться, со зрителем, привет, вот, да, всем привет, тоже, так, мы, я, я, чуть-чуть, я, как говорил, уже, поиграл, чуть-чуть, поэтому, я, сразу, ввожусь, в дом, здесь, хотя бы, стены, они, хотя бы, единичку, повреждения, будет только на единицу, они, сразу, бьют, данном, случае, мы, вот, видим, что, можем попасть, 34%, но, в принципе, удача, довольно, хорошая, давайте, мы, возьмем, в данном случае, дробовика, но, видите, дробовик, как вы, помните, он, не, у него, дистанция, не очень, большая, да, но, зато, шанс, попадания, большое, ну, давайте, попробуем, все-таки, долбануть, что-то у меня, чуть-чуть подзависло, прошу, Рахиня, а, эти записи, это, чуть-чуть подзависло, так, нам сразу же, говорят, что есть, можно спину, переливание, мы не будем, вот, давайте, рикошетом, воспользуемся, я вам покажу, что такое, рикошет, в данном случае, он, вот, эту, этого, точнее, персонажа, он не видит, поэтому мы можем, рикошет, и, как видите, здесь, есть, вот, подсвечивается, непосредственно, ведро, и, в данном случае, вот, здесь есть, но она, ну, пока не подсвечивается, некоторые объекты, от каких можно, отрикошеть, отрикошеть, мы выбираем, ведро, допустим, да, и выбираем, уже, видите, уже, можно уже ее выбрать, и выбираем ее, но, к сожалению, у нас, видите, шанс 0, мы, невозможно попасть, найдите другую, позицию, для стрельбы, да, в нее мы сейчас, пока попасть не можем, но, ничего страшного, мы, давайте уберем тогда, пока, пропустим мы этим, в данном случае, так, не надо, так, все, отменяйся, отменяйся, так, возьмем этого чудика, ну, можно переключаться здесь, вот, между персонажами, либо персонажи, по-моему, 1, 2, сейчас, подожди, как-то там, а, это, табом, табом, по-моему, там можно переключать, нет, так, что-то, какой-то я, ладно, каким-то я клавиши нажал, в общем, сейчас, пока не буду смотреть, я не пользуюсь этими быстрыми клавишами, ну, не знаю, ну, перезарядку, R, например, я ставлю, а, у нас там не может, он, и, как видите, есть некая модификация дистанции, то есть, вот, чем дальше я буду, видите, отводить, тем красная, по красной линии, это плохая дистанция, он, вот, в данном случае, кобра, имеет дистанцию, вот, максимально хорошую, чтобы попадать, в данном случае, вот, то, чтобы у него был шанс попасть, вот, именно из кобры, но, если я, опять, сменю оружие, да, как видите, сразу же, так, не надо наблюдать, видите, как, сразу же изменилась дистанция, то есть, можно уже, вот, довольно-таки, ну, до сюда, он может реально, вот, расстрелять, с большим шансом попасть, так, ладно, давайте продолжим, поскольку, у меня очки все, значит, вот, значок, да, это удача, у нас, значит, минус 25, что, сейчас, прошу прощения, хотел, что-то такое сказать вам, да, очки, значит, действий, я не нашел, как вот, знаете, ну, допустим, у каждого, ну, как у любой пошаговой протеги, там были, очки действия, то есть, да, там, 10, видите, она, единичку, только попало, ему сразу, плюс удачи, 50, вот, очки действия, какие-то, я, к сожалению, пока ранее, мере, но, не нашел, где эти очки действия, и где они отображаются, вот, как-то, не знаю, не увидел, я не вижу, я, я надеюсь, кто-либо, вот, ну, будет смотреть, да, и, возможно, подскажут, где это, в общем-то, видно, мы можем, вот так вот, переключать, то есть, выбирать, в кого мы будем стрелять, либо мы можем, просто сделать, вот так вот, взять и навести, мышкой, да, выделить данного персонажа, и, непосредственно, стрелять, как мы видим, здесь, видите, шанс очень маленький, то есть, дистанция, вот здесь, вот уже, красненьким, загорается, поэтому, мы, давайте, переключимся на пистолет, пистолет, все-таки, он более, ведь, сразу шанс хороший, появился, и урон, сразу, пятерочку, у него будет, опаньки, попали, молодца, и, как я говорил, вот, видите, здесь, есть, персонажи, но мы, по ним не можем стрельнуть, если бы они стояли, в каком-то, ну, за деревом, ну, за палаткой, какой-то, который просстреливается, здесь мы, которые просстрелить не можем, но мы можем сделать, рикошет, вот, давайте посмотрим, выбираем ведро, выбираем, в данном случае, колонку, и выбираем, в данном случае, или этого, или этого персонажа, там, я тут дочку подсказать, какого, или это, вот это, вот это, вот мы, у нас шанс попадания, 49%, урон 4, ну, давайте попробуем, попадет, надеюсь, ну, опа, но не попали, но зато, удачу, у него отняли, так, здесь, я все-таки, выберу, вот этого, главаря, мне сейчас, главная, главарь, нужен, он очень сильный, и желательно, если его, его, побыстрее завалить, есть, я сразу, молодца, вот, с первого, да, этот, видите, он будет, сейчас, промахиваться, и мне нужно, держать, вот, данном случае, вот, эту область, поскольку, сейчас, меня, сейчас, будут, обходить, пытаться, обойти, в данном случае, с этой стороны, и мы, я, конечно, им, эта возможность, постараюсь, не дать, так, вот, они вдвоем, ай-яй-яй, сейчас, вот, он попадет, ой, так, я и знал, что он попадет, как вы видели, да, у меня удача уменьшилась, и тут же, второй мог, второй попал, в общем-то, без проблем, так, что это у нас, цепочку, пист, ну, давайте, заактивируем, и, непосредственно, начнем, кого бы, так, это, так, 79, 79, а, это он не видит, что ли, это, а, 59, 59, нет, давайте, поможем, сыну, на, чтобы у нас, есть, так, далее, видите, как видите, я уже два раза могу уходить, то есть, активировал специальную, цепочку убийства, да, и мне дали, ну, два раза могу, пахать, так, все, на этом, а, даже, три, на, даже, а, то есть, у меня, смотрите, как я, я понял, данная функция, она, в чем, вот, карточка, да, она, если вы убили, она вам дает еще ход, если, следующего убили, то есть, цепочка, да, как только вы сейчас, вот я, прошу прощения, как только я сейчас промажу, все, все, эта цепочка прервется, и в итоге, да, передадут, ход другому, да, как видите, да, все, мы уже ход передали другому, все, теперь я понял, логику, этот цепочки, слушайте, классная вещь, я никогда, я не сделал, так, давайте мы, здоровье, поправим, так, и, наверное, мы перейдем, вот сюда, поближе, потому что у нас, с другой стороны, уже никого нету, мы можем, в общем-то, там не беспокоиться, что кто-то оттуда выйдет, ага, вот нас, видите, вот здесь у нас, затаил один, так, как-то надо его, давайте, да, вот так вот, и, попробуем его, хотя бы немного урон, есть, мы не, как я и говорил, мы не даем им возможность, нас обойти, с фланга, мы заняли очень хорошую позицию, и это, смотрите, с учетом того, что это тяжелый, да, тяжелый уровень, но, и в то же время, здесь, как бы сказать, только начало, то есть, вам хоть и тяжело, но вам дают более-менее, хотя бы, как-то выигрывать, поскольку здесь, почитать, как видите, да, 4 у них жизни, да, 4, даже не знаю, уровня, уровня жизни, четверочка, поэтому здесь, так, сейчас, давайте мы, выберем, батю, и давайте, мы знаете, что, я хотел здесь, сделать, помните, я вам говорил, обстрел сектора, вот, в данном случае, обстрел сектора, мы вот так вот, выбираем, и мы можем, как вы видите, да, вот так вот сделать, чтобы обстрелять, некий вот сектор, то есть, все, кто в зоне, у данного, деления, да, мы его, лобысь, но попали тоже, точка, в одного мы попали, ну, а другому мы уменьшили, в общем-то, удачу, я считаю, что это даже, довольно-таки, неплохой плюс, так, давайте, есть, да, вот такая боевка, мне, на самом деле, ну, понравилась, я не скажу, что она, ну, да, она отличается, чем, там, и Джаггетт Элианс, втором, но, мне, в общем-то, знаете, применулся, эта игра, честно, я в нее, когда мы сидел, вчера или позавчера, я тут два раза, тоже, играл, и, честно говоря, она просто, вот, затягивает, и сюжет, прикольный, хочется узнать, что там дальше, произойдет, здесь, также, есть, некая, вот, боевка, да, рикошетит, можно сейчас, применить, давайте, ему, вот, на этого, назначим, не хочет, он ему, почему-то, да, ну, давайте, этого, хотя бы, мы убьем, да, через рикошет, вот, так вот, ну, а, это, мы, в общем-то, добьем, обычными, скажем, патронами, обычными, как, не убил, ах, ты паразит, ах, ты же, ладно, мы сейчас, его точно, нам, 1, все-таки, одного, осталось, добить, и хватит, ну, ладно, ты еще и промахнулся, ну, зашибы, ну, давайте, быструю стрельбу, я, покажу вам, ну, опять же, возможно, один, патрон, видите, как видите, один патрон, достаточно было, чтобы он попал, и мы закончили задание, задание выполнено, давайте мы на этом, в общем-то, остановимся, да, и ваши комментарии, в общем-то, пишите, лайки, дизлайки, это на ваше усмотрение, подписывайтесь на канал, если хотите, значит, получать, да, еще, как говорится, обзорчики, или, может быть, даже прохождение данной игры, также ставьте колокольчик, не забывайте, чтобы получать это по e-mail, ну, а с вами был, маэстро квартира 1, на сегодня все, пока, пока, удачи, ставьте лайки, ха-ха-ха,